Всем привет! С вами Марко и я в этом видео хочу показать отчет о том, как мы с Димой пошли разбирать латышский гамбит. Что из этого получилось? Дима играет черными, Дима пытается расширить свой дебютный репертуар для будущего сезона. Наверное, то, что он будет играть в Дотмандском шахматном клубе. В частности, он решил расширить свой репертуар латышским гамбитом и попросил меня выступить его спарринг-партнером для того, чтобы решить какие-то для себя, наверное, вопросы, как лучше играть, попробовать разные ходы, посмотреть, что получится. Латышский гамбит сейчас считается практически опровергнутым, профессионалы его не используют, но на нашем уровне, я думаю, он вполне может быть использован. Играли мы на шахматной планете, три партии по 5 минут, три партии по 15 минут. Это первая партия, которую мы сыграли по 5 минут. Я ее выиграл по времени, хотя проиграл по материалу вчистую. Но, конечно, пыльные варианты нас интересуют не очень, нас больше интересует непосредственно латышский гамбит. Дима считает, что в латышском гамбите партии получаются интересные, динамичные, острые. Так и есть. Как правило, белые активно атакуют, черные находят себя в защите и потом уже в контратаке. Посмотрим, попробуем. Я провел небольшой анализ ошибок с помощью старенькой рыбки и сейчас посмотрим, что же было на самом деле в партии. Партия получилась длинная, хотя брали мы по 5 минуточек. Начнем. Е4, Е5. Конь Ф3. Ф5. Ф5. Это пешкой, определяющей латышский гамбит. Черные жертвуют либо пешкой Ф5, либо пешкой Е5. Чаще всего сейчас белые берут пешку Е5. Конь Е5. Ферзь сразу нападает на коня. Ферзь Ф6. Коня защищать. Самое активное это Д4. Д4, Д6. Коня убираем на С4. Возвращаем пешку. Фе. Конь С3. Продолжаем. То есть, яниговая пешку. Слон Ф5. Дима часто выбирает вариант со слоном на Ф5. Пешка защищена. Мотив белых в данном случае, это каким-то образом перевести коня по маршруту Е3, Д5. Таким образом, чтобы одновременно атаковать Ферзя и атаковать пешку на С7. Дабы дать шаг и выиграть ладью. Конь Е3. Черные не хотят менять своего белопольного слона. Возвращают его на Ж6. Конь следует на Д5. Нападает на Ферзя и одновременно нападает на пешку С7. Ферзя надо убирать. Каким-то образом. Ф7. Слон С4. Мы продолжаем давить на Ферзя и развивать наши фигуры. Если мы сейчас внимательно посмотрим, то увидим, что у белых развиты три фигуры. Пешка в центре защищенная. Ее очень трудно оттуда выбить. У черных развитие минимальное. Пешка убежала вперед. Предпосылок к каркировке практически нет. Белые могут спрятать короля. Правда, на королевском фланге, наверное, его прятать не очень хорошо. Но, тем не менее, мне кажется, что и здесь белые развиты лучше. Ферзь Д7. Ферзь перебрасывается подальше от опасного слона. И конь Ф4. Продолжаем развиваться. Продолжаем прессинговать в этот раз белопольного слона. Таким образом, чтобы, может быть, его где-то разменять. Может быть, найти что-то острее. И опять же, слон сразу атакует и слабое поле Ф7, откуда ушла пешка. И коня на Ж8, который подзастрял. Слон идет на Ф5. Таким образом, открывая нам поле Ф7 еще раз. Помимо того, что это поле слабое изначально, после того, как черные выбирают латышский гамбит, это поле ослабляется еще больше. То есть, открывается дорожка к королю. И в этот момент, конечно, лучше всего запихнуть. Зарзя на Х5. Дэк Шах. Х5. Х5. Черным приходится защищаться. Защищается черный правильно. Ж6. И тут у меня оставалось почти 4 минуты. Я почему-то решил отойти от спокойных вариантов развития событий. Решил форсировать немножко нашу борьбу. И взял конем на Ж6. Конем идет Ж6. Жертвуем коня. Ну, естественно, Дима не стал брать пешкой. Дима, конечно, взял слоном. Слон идет на Ж5. И тут я снова продолжил отказываться от плавного ведения борьбы. Я знаю, что Дима очень любит разменивать ферзей. Дима любит играть остро. Дима любит играть жестко. В этом плане ферзь ему очень помогает. Он плетет матовые сети. Атакует быстро и дерзко. Поэтому мне показалось, что ход в слон. Ферзь Б5 будет не таким плохим. Размены ферзей я совершенно не боялся. Хотя тут он был бы мне, наверное, даже не на руку. Если бы Дима ферзей все-таки решил разменять. Хотя тоже в случае ферзь бьет Б5. Конь бьет Б5. Нужно будет как-то решать вопрос защиты вот этого пункта, который тоже является неплохой решением. Наверное, пришлось бы убрать короля. И у белых были бы в чем-то развязаны руки. Но преимущество по материалу было бы у черных. И уже, наверное, было бы ощутимым. Ферзь Б3. Я ушел ферзер. Продолжаю целиться в коня на Ж8. Наверное, хороший здесь ответ. Пешка Д5. Черные бы организовали хороший пешечный центр. Словно, пришлось бы отойти. И, наверное, атаки белых бы на этом закончились. Как-то менять здесь фигуру на две пешки я бы, наверное, и не стал. Стал бы проигрывать фигуру в шестую. Наверное, это было бы не очень хорошо. Но Дима выбрал другое продолжение. Дима выбрал конь Ф6. И тут, конечно, сам Бог велел поставить слона на Е6. Слон Е6. Попадаем на ферзя. Ферзь Е7. У нас получается какое-то подобие сильной атаки. Тем более, тут можно коня подвязать вместе с ферзем слоном Слона Ж5. Поэтому мы далеко убежали. Слон Ж5. Таким образом, кони и ферзь подвязаны. Слон опасно атакует. Уже находится в непосредственной близости от короля. Пешечка под боем. Нужно защищать коня на Ф6. Коня на Ф6 лучше всего защитить слоном. Дима этого делать не стал. Слон так и остался ни разу. Там это плохо. Скорее всего, нужно было поступить по-другому. Но это блиц. Такие ошибки в блице, наверное, все-таки возможны. В5. Дима решается на известный тактический прием. Если вас атакуют в центре или по параллельскому флангу, вы должны контратаковать по ферзевому флангу. Таким образом. Ну, я думаю, что Дима здесь рассматривал какие-то варианты. А потом транзита А5-А4 с давлением на ферзя. Может быть, как-то развивать коня на Б8. Не знаю, не знаю, что он хотел точно сделать этим ходом. Но, по крайней мере, вот на ферзевом фланге он нас прилично поддает. Ну, естественно, короля в центре оставлять уже было бы нехорошо. Я его спрятал. Понадежнее. И Д5. Д5 с одной стороны отрезает слона, защищающего его ферзя. С другой стороны, конечно, не очень долго я думал, чтобы пойти на следующую жертву и уже выигрывать, наверное, качество. Довольно простой вариант. Бьем конем. Бьем конем пешку Д5. Пешка бьет Д5. И потом слон бьет Д5. Слон атакует на ладью, которую совершенно никак невозможно защитить. Конь и ферзь подвязаны. Ферзь, в свою очередь, атакует пешку на Б5. В общем, очень плохое положение у черных здесь. Белые все нацелены на атаку, на мат. Черным будет очень-очень сложно. Идем и жертвует ферзя. Конь бьет Д5. Я, конечно, ферзя забираю. Конь забирает слона. И я забираю пешку на Б5. Белые забрали пешку на Б5. В результате мы получаем, ну, наверное, подавляющее преимущество белых. Я потом напортачил этой партии, но подавляющее преимущество вот именно в этом моменте белых, наверное, очевидно. Потому что ферзь и семь пешек против четырех легких фигур и двух пешек, трех пешек. Одна из которых, хоть и впереди, но абсолютно никакой силы из себя не представляет. Наверное, у белых здесь лучше, и у черных здесь, скорее всего, проиграно. Дима проиграет, но я, к сожалению, напортачу в цепенте с материалом, и у меня мало что получится. Поиграю по времени чисто флагорублей. Дима как-то развивается. Конь Д7. Ладья нападает на пешку. И, извините, телефон. Одну секундочку я вернусь. Прошу прощения, телефон. И так, на чём мы остановились. Мы остановились на слон. Ж7. С3, защищаем пешку. Ладья Б8. Он нападает на нашего ферзя. Ладья Б8. Ферзь А5. 2-0. Чёрные спрятали. Забираем пешку. Всё, что плохо лежит, стараемся собрать. Ладья Б8. Ф3. И ладья забирает пешку на Б2. Собственно, это последняя дима ошибка, которую я, к сожалению, не воспользовался. Тут нужно было, конечно, играть ферзь бьёт А3. Получилось бы хорошо. Получилась бы вилка. После ферзь бьёт А3 мы выигрывали бы либо коня, либо ладью. И, скорее всего, чёрные бы проиграли. Я так не сыграл. И сам себе злобный Буратино. В результате, смотрите, что было дальше. Я, к сожалению, потерял ферзя. Тут тоже нужно было выходить на Д6 пешкой. Всё бы было хорошо. Ну, я разменял ферзя на ладью коня. Попал под вилку. Не самую страшную. Просто отдал ладью. По счастью, у Димы осталось 8 секунд. Ну, удаваться я не стал. Хотя, в принципе, по-хорошему мог бы издаться. И дальше Дима упал в флаг. Это наша первая партия закончилась. Дальше будет интересней. Всем спасибо за внимание.